Вот минус Вайпер. Ну, Вайпер очень хорошо Слардара всё-таки кайтит. Как ни крути, Слардар как раз становится к той категории, которым Вайпер очень сильно мешает. И Пандаркзир. Да, тоже, как ты говорил, весьма ожидаемый персонаж. Думают, Феникс. Думают, наверное, всё-таки в правильную сторону. Да, ну что же, какие ещё варианты у нас остаются? Давай, твои прогнозы. Ну, вряд ли, это будет Клокверк. А вот это вот хороший вариант. Неплохой. А как вы к Думу, например, относитесь? Думаю, я отношусь шикарно! Супер! Если бы сейчас взяли Дума, я не сомерный побежал бы сразу в комнату к Веге и начал целовать Сему в руку. Ладно, не буду это подрубить. Потому что Дум — это реально шикарный герой. Я не понимаю, почему не берут Дума. Где Дум? Дум офигенен. Дум, бросаешь Бристалбека, всё. И Андрей Мак Думенко тоже хорошо отыгрывал на нём в своё время. Дум шикарен. Бристалбек не настолько шикарен, но тоже хорош. Бристалбек хорош тем, что, блин, это всегда, это дизейбл на полтора часа. Это отлично. То есть варианта, вот уже два мы шикарных придумали варианта. Но Дум лучше, чем Бристалбек, чем бристмастер Бристалбек. Ну вот сейчас, сейчас, сейчас посмотрим. 30 секунд остаётся. Всё, я болею за Дума. Надо могу смс написать. Блин, у них нет телефонов с собой. Чёрт. Вариантов ещё целый вагон. Но Клокер тут не идёт просто потому, что Слардар будет мешаться, Клокер будет мешать Слардару и Тускару. Ну, это Undying. Тоже более-менее вариант, просто на замес. Undying залетает последним пиком. Какая-то полная рвань. Undying, Бристалбек, если честно, не совсем понимаю. Ну, просто на замес герой. Ну, типа... Чтоб он просто был. Ну, типа Тамба, да Бристалбеку пофиг на Тамбу вообще. Ну, короче, пока, да, этот герой выглядит посредственно, без какой-то конкретной задумки, как по мне. Ну, то есть, вот он есть и есть. Окей. 10 секунд remaining. Да, Дун, Бист. Да тоже тут, мне кажется, лучше выглядел бы. Да, конечно, и Бистмастер лучше бы выглядел. Undying это. Но хотя это может быть как... Оооо, Ярослав Кузнецов! И Сергей Ревен, который мечтали там с Андреем Голубевым все вместе. Всё, и компания, они мечтали про него. Ну, получите, распишись, ребятки. Вот он, Omni night. Против Слардара. против Фан Дайнга, против Тускара Виверны. Хороший герой. И теперь начинается вторая часть нашего приключенческого фильма под названием «Победи Бристлбека». Короче, тут не побеждать Бристлбека придется. Придется побеждать Омни Найта в первую очередь. Да, который будет, не знаю, с какими-то невероятными артефактами. И то очень быстро, потому что это фармящий Омни Найт. Это не просто Омни Найт. Это действительно фармящий Омни Найт, который пойдет в зависимости от того, куда выберут пойти Бристлбека. Я думаю, Бристлбек с Оспом постарается найти другую линию подальше от Снордара, скажем так. Ну а Мак на Андайнге. Мак с Тускаром могут пойти, Паша с Соло. Они могут сыграть 2-2-1. И есть мнение, что они, скорее всего, даже сыграют 2-2-1. Посмотрим. Фэби играет на Виспе. Фуэйни играет на Снавни Найт и Марч играет. На Бристлбеке Нат сыграет. На Шейкерик играет у нас на Шэдоу Финде. Команда MVP Феникс Южной Кореи. Да, в свою очередь Паша, который хорошо играет, на Слардаре уходит пока что в оффлейн. Дали за ним Ноуан. На Виндрейнджер Соло. Зимняя Виверна. Сёма. Виктор Виверна. Виктор Виверна, естественно, прошу прощения. На Тускаре у нас играет Сёма. И Мак играет на Андайнге. Собственно, ростер команды Вега. Да, они пошли в легкую линию. У нас Мак. Мы видим, рядом с ним находится Сёма. То есть, действительно, возможно, Дабла Тускар Зомби. И Дабла Слардар Виверна. В миде Ноуан. Что придумают с линиями ребята из МВП? Марч пойдет ли опять он в сложную вместе с Виспом? Или же нет? Все будет в миде. Это понятно. На Топе уже обосновался у нас Квэйни. То есть, он будет стоять все-таки легкую линию на этом. Не найти. Ну и что ж. Легкая это она легкая. Вот настолько легкая для него выйдет эта линия. Потому что там уже обосновалась Виверна со Слардар и чем. Да, это быть не совсем жиловато. Смотри, сразу его плавили. Слушай, он сейчас умрет. А он сейчас умрет. Ты смотри, что говорит Ноуану, он еще связывает ворует руну. И Шейкер потрясающую фиссуру выдает. Просто жесть. В первый раз пикает этого героя. Может быть, не стоило Ноуану все-таки на эту руну вестись. Может быть. Он не на руну повелся. Он не на руну повелся. Он связал людей. Он связал людей. Да, да, да. Он их приостановил. Если бы он побежал до кону, хотя вряд ли. Вряд ли бы добили бы Омника. Мне кажется, все-таки ушел бы в живых. Но очень веселое начало. Опять-таки у нас. Ну и мы начинаем смотреть игру в легкой. Пока зомби против Бристла. Зомби, да. Кейстик купил. Встаю против Марча. Ну, кстати, Марча-то он так поначалу на линии. Если не будет чисто, он будет лицо ломать довольно серьезно. Но он ему и так ломает лицо, потому что Бристалбек и 180 ТП остается. Еще меньше. Через 5 секунд будет еще один Дикей. И... Стики, 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 стики. Еще на топе. А на топе Феби. Феби проседает. Соло проблемы огромные у Феби. Тут же Амни Найт. Феби погибает. И Кфуэйни тоже может иметь проблемы. Но он оттвоет бегает отсюда. Слардар собирает ФБ. Мак снизу прогоняет Марча по Тавер. И Бисту надо лететь сюда. И Бисту сюда летит. Опять же, каждую игру у нас происходит одно и то же. Команда Вега начинает очень крестко играть на линии. Ставит Томп Стоун. 3 секунды проживет ли? Есть стики. Есть еще у него и банка, и деревья. У него есть еще тычку. И еще от упадок. Это дабл келл. Андрей Мак Замбенко. У тебя новые погоняло. Он прекрасно сдал. Он прекрасно все рассчитал. Он знал, что ему надо буквально этих 3 секунды дожить, чтобы прожать эти 4 стика. А потом... Мама дорогая, как же он много сейчас денег заработал. У него 720 голды. Я вообще не верю, что это произошло. Ну ладно, ладно. В миде, в миде. Продолжаем киоу. Проблемы Сема пытается его загнать. Тут же над Сема скатывается. Один удар еще надо сделать. Верка не попадает. 115. Хорошо, но Верка должна как-то помочь. Боится, боится, боится. Но он уже далеко залез. Слушай, вышка еще там его пробивает. Хойл поймает. Смотри, тут бегает еще это. Тут еще бегает у нас маленький курьер. Его убивает Сема. Не, ну... Сема на самом деле далеко, реально далеко зашел. Но то, что он забрал курьера, в итоге вышло в плюс для команды. Это фантастика какая-то. Какое начало игры. Ребята, вы только что выдали невероятный матч какой-то. Может, вы немножечко пофармите, что ли? Я не знаю. Не, не, не фармите вообще для... Спасибо огромным командам. Экшн. То, что надо. Тут Солыч пока что приводит грипчика. Маг с тревелами на второй минуте десятой секунде. Ой, не с тревелами, а с арканами. Вторая минута десять секунд. У него аркан тапки. Не, так его уже здесь не взять. Он еще захочет... Вот сейчас надо убивать. Сейчас надо убивать. Надо убивать. Любовь еще два дикей. Надо убивать. Маг ждет момента, чтобы дать дикей еще один. И желательно по двоим, но лучше с гриппом. Грипчика было бы добить. А ладно, вот так добивает. Что ему? Маг тут может наглеить себе сколько захочет. Ну что? Пока маг, конечно, начал хорошо. На топе начали тоже хорошо. Потому что Слардар забрал фраг. И важно, что это сделал именно Слардар. Но я мне найти 5 на 1 крипстат. Это плохой крипстат. Слардар? Боряка. Верка в миде. Кью-оу. Ох, ошибся. Кью-оу. Не тот, что ты ура издал. Потом столько кнопок. Попробуй что-то дать. Снизу, вот там, да. Ну и до свидания. И отличные шарды в итоге. Да, Марч тут погибает. Маг держится в сторонке. Просто, чтобы его случайно келл-спреем не сдуло. Ну и не особо заморачиваются над тем, того, кому достается фраг. И что, чем из твоего рюля? Теперь они знают, что конкретный Верку сейчас будет отрезать шейкер сеграунда. Шейкер, 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 шейкер ждет момента. И не отрезает. И сейчас Кью-оу тут чуть-чуть не погибает. Слишком, слишком долго действовал как-то ЕС. Не уверена, что ли, действует MVP. Возможно, они не ожидали, что вот такой жесткий темп зададут сейчас Вега. Натс. Сола. Больно Натсу под аурой, конечно. Очень больно. Да, посмотрите, он вообще сгорел. И проблемы могут быть у Сола. У шейкера нету Маны на стан, но будет очень скоро. Вот есть Мана и Сола. А предпозиция плохая. В итоге Сола. И на два кайла Сола подставится. На два подставился, но надо больше, чем два. Тут уже Свардар. Чуть-чуть Свардар на два кайла подставится. Но он уходит со спринта. Хорошо. В это время Виндрейнджер занимает забирать нижнюю руну. Эта регенерация очень хорошо проперла. И что, будет высыпать на нижнюю руну? Да, но он идет... Ну, совершенно плохая. Да, я не знаю, не тот герой, который может сейчас прийти и убить этого Бристалбэка. Не, ну, если это будет, да, вот мы помним, как любил, например, в Денди играть, да? Покупать быстрые блинки, поехали на этом герое. Почему бы и нет? Ты просто прыгаешь, вяжешь и убиваешь. Но тут мы видим Маун Уана. Шекл в три повышок. А пока 5-1. Пока мы все сами прекрасно понимаем. Вы прекрасно понимаете, что пока все идет по плану команды Вега. Но Квэйни начинает получать. А у них много игр начинались именно в таком русле. Почти все, я бы даже сказал. Потому что даже прошлый матч начинался с счета 5-2. И преимущество там 5 кусков. А сейчас ситуация может повториться. Вардар на топе левел 5. Есть ПТ. Понятное дело, что следующим артефактом будет даггер. Зомби. Шестой левел. И вот маг тут стоит. Может быть стоит сейчас магу переместиться на топ? Он шестой левел. У него есть третья тамба. У него есть медики-ведницы. Но он может просто идти и радоваться жизни. Потому что он слишком плотный. Смотри. Нереально плотный. Как бы мешать жить тому же Амни Найту он может намного качественнее, чем это делает Слордар. Возможно. Возможно. Ты тут прав. Сейчас смотри, на топе занимают линию. Плохо сейчас будет для Семы. Сема еще есть сноуболт, так что он может теоретически закататься у него и попытаться напасть на самого Амни Найта. И тут рядом Биерна. Идет сюда СФ. Остановили Сему. Кайлом дальним попадает. Очень битый Сема. Юзает стики. Пытается отойти. Шарды. Кьюоу. Идет на Коэл. Остановил его Соло. Тут же есть у нас Рэпл. И отбегает. Как правильно? Рэпл или Рэпл? Рэпл вроде бы. Рэпл. Почему я сказал Рэпл? Не знаю. Потому что мы уже часов много сидим. Нет, вообще какой-то тупильный слово Рэпл. Где я вообще услышал? Рэпл. Это ладно. Я не буду продолжать мысль. Потому что сейчас кто-то обидится. Да. Ну что, Мак против Марча? Марчу на этот раз не очень весело. Хоть от 31 на 5 у него имеется, но явно ему не весело. Хотя что левел он имеет. Мак 7 левел имеет, но Марч уже дважды погибал. Мы видим, что Марч 600 хп. Не такой уж и мощный бресталбэк, как казалось бы. 10 зарядов у Мага. Но потом себе можно спокойненько это дело оставить. Ну а тут что? Тут все равно... Там на нижней руне сейчас встречу. Да, Сема находит виспа. Смотрит. Вот окей. Висп. Привет. Дайди. Чих будешь. Так, понятно. СФ вот тут увидели. Сам вкатился. Пауэршот. Сема. Мансит тянет время, но тут только одна винрейнджер. Да, и что-то не совсем понятное сделали. Пытаются уйти отсюда в Ирка. Она тоже, кстати, отсюда не уйдет. Нет, Пауэршот. Пауэршот успеет. А нет, Пойл. Ну и что это было? И даблкил отдают СФ на ровном, абсолютно месте. И вот, по-моему, все, что было в начале игры, выиграно. Сейчас было проиграно. 3000 и 1000 было, а было отыграно полторы тысячи. То есть, ну, действительно, все, что в начале было выиграно, только что вот-то, вот таким вот не совсем понятно, было проиграно. Так, маг тем временем будет выходить понемножку себе в Мекан и делать в Guardian Grip. Я смотрю сейчас на Слардара и очень интересен выбор первого артефакта. Помнится, у нас был замечательная команда Hellraiser, там был Артес, и у них тоже была решающая игра, и они тоже взяли Слардара, и он решил собрать первым артефактом Vanguard. В итоге даггер он не купил. Да, 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 и закончилась, где сейчас Артес, да? Ну, да, как обычно мы любим говорить, и где он теперь? Да, 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 согласен. Выбор первого, там, первого-второго, порядка артефактов, он очень важен. То есть, ну, хорошо, но приобретя Vanguard, что ты получаешь? Ты не получаешь ровным счетом ничего. Только если там не вас люто прессуют, если ты не собираешься просто на ноге врываться в толпу. Хорошо. Если вам нужно моментально как-то нападать, развалить кабинет, там Bristol Bag застрял просто жирный. Жирный в шардах не проходит. Всем опять начинает заниматься с кими-то непонятными походами. Да, вот ты правильно сказал. У вас же есть супер жирный зомби. И есть возможность в шарики вкатываться с Ладаром, просто прыгать. Возьми быстрый даггер, беги с зомби. Он всех выхерит, там был поставил. Да, да, просто налейте суматоху. То, что ты пока будешь ехать на своем спринте, у тебя уже 15 раз залетит фиссура, причем такая, возможно, даже хорошая, которая еще объезжать придется. Кому это нужно? Да, я согласен, что действительно здесь даггер был бы намного более качественным выбором, но мы решили по-другому. Снизу на Марча уже его не убить, просто так. Уже у Марча 1000 хп, у него всегда рядом есть Висп, уже у него есть ПТ, есть Баклер. И на 10-й минуте Марч более-менее уже неплохо себя чувствует. Ну, Тёма тут все-таки пытается как-то закрыть Марча, что ли, понапрягать. Так шарты полетели, закрыли Виспа, но Виспа летает просто на Марча, и на этом заканчивается приключение Сёмы. Да, вот у Солочи, например, сентряков с собой не оказалось, поэтому он не может сейчас задевардить и вынужден терпеть издевать. Он нападает на Пэби, слушай, он реально нападает на Пэби, скатывается в туск, ну, слишком далеко Сёма, и получает густо. Он тут уже четверо, всё, мы будем убирать. Сделать не жюзкий. Хотя, слушай, Тамба вроде бы стоит, Сёма по-прежнему еще жив. Да, Солково, правда, слишком далеко. Вот, да, еще и Тамбу в итоге поломали. Что они делают? Не, они делают, МВП просто очень сильно не хотят проигрывать, они моментально реагируют, вот Вега не понимают, походу, что к ним сейчас прилетит 4 человека. Если они что-то задерживаются, остаются, затягивают атаку, не нужно так делать. Блин, какая разница, если вы уже трое, если вы уже идете, ну, и ставите 4-ю Тамбу, так почему уже Слордару, почему ВР-ки не прилететь? Там же 4-я. Ну, да, да. Шейкл, Марча не связала, и Марч спокойно с себя отходит. Да, под Amplify Damage, но он понимает, что его все равно просто так одному Слордару не взять. До него физически добежать надо еще. Амбрис Толбак этом плане весьма неплох. Да, тут пишут. Мы несли по Слордару покупают вангард менее еще 10% игр, да потому что он ему не особо-то и нужен. Суть слаба, но здесь в напасти убить, они в Экаре Киол Кио в виде раскастовывается по ноу-уану, ноу-уан, киоу-дт, очень больно. Здесь прошел и что, сейчас убрется, нет, для полдэмбрис расстреливает. Смотри, как они пытаются его раскатить, какая-то машина для убийства, что с ним вообще можно сделать? Сноубол не выезжает, 38 хп. Слордар промахивается станом, соберитесь, вега, с квадрон. Какие жуткие ошибки, амбы нету, ходит зомби в ультимейте, отбегает просто мвп, они очень четко катят. Да, Сэпа убила, таки, хорошо. Чем-то вообще блюсь, о, виндренджер чем-то там дострелила, доминейте, если мы сняли, но какое жуткое количество ошибок со стороны веги именно, а очень мало ошибается мвп, мвп, четко держится, далеко, то есть этот ССФ, который только что дрался против, просто против всех, имел ДД, и таки убил он соло, это, конечно, что-то с чем-то. Рассчитывал соло, может быть, на низ, как-то, слоу-граунды, но не получилось. Да, 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 тут, на низ, по-прежнему без вангарда. Да, сам не плашай. Прежнему даже без вангарда, может, все-таки решил дагер. Мешил, ладно, кольцо есть, но сначала дагер, потом во все остальное. Правильно, 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 кольцо нужно просто для того, чтобы поставить на линии, чуть комфортнее. Ну, типа, да. У тебя там какой-то омник харасит, какие-то крипчики иногда бьют, ты просто стоишь и регенишься, тебе же реально пофиг, кольцо в этом плане очень хорошо помогает. А вот дагер, да, дагер это мастхэп. Мы побежали, мы побежали, но все-таки Паша шарит, Маша на Слордаре играет много, Гега на Слордаре играть умеет. Левел 5, снизу смотрим, что у нас маг продолжает фармить, это будет такой серьезный зомби, у которого скоро будет Гарден Грифс. Ну, а Гарден Грифс в ранней игре очень сильный артефакт и там бороться с такими вещами очень тяжело. И верно, это будет, это будет в этот на Топе Слордар погибает, скорее всего, Слордар, да, 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 что это развязать, что это Слордар дает стан, будет пытаться не ехать сюда, да, 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 и куда он едет и паут успеет сделать, ну нет, на кайлы поставится, да ладно, эсэп не попадает кайлот, ну и сейчас попадает здесь Слордар, да, что-то у него Телекурд был, сам себе его сбил, ну, волнуются ребята, ничего страшного. И опять-таки смерть, нет, 1150 рублей. Это стандартная смерть. Ну да, 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 всегда так происходит, закон подлости. Ну и по деньгам, ЛДП почти догнали, я поиспи уже догнали, обогнали даже. У меня постоянно происходит такая фигня, я уже в момент клика в магазине на Плинк умираю. Ну, Геон, вот был бы здесь тот же Слордар, уже прыгнули бы на этого КП, они уже били бы этого мне надо. Ну да, в итоге пачка телепортов просто зачем? Да, да, и тем более. Обидно, досадно. Ну вот, Паша очень хочет этот Плинк Даггер, еще нужно 350 золота ему нафармить, а это даже не следующая пачка крифов. Ну да, Тавр, Тавр нужно сейчас прессовать, ребята, не зелье, есть Мека, есть Нерконтапки, да, пока нету Грифсов, то есть кулдауны на Мекки большие, но в любом случае уже есть, чем тиммейтам с ним помочь. И Тавр, в принципе, прессовать можно. Под Тамбой драться можно, под Амплифай демеджами под все это Ереси можно очень неплохо воевать. Несколько дикей в Бресту Бэка, и вы не будете замечать, как он убирает, но он будет просто так, тоже товарищ. Непростой, далеко не простой. А снизу Тавр, кину забирает. Да, в миде в Тарме сейчас будет падать вышкой, и для Сардар это отличная возможность пойти сразу же на магазин и купить себе Даггер. Возможно, еще не будет, что так произойдет. В Морч, еще несколько дикей, уже два раннего веса. Вот, у нас подрубает сразу же спринт и выходит на магазин. Марч остается здесь, сейчас 3-4 дикей, можно прыгать в Морч, или нет, ну там все равно Висп, ну какая разница, пусть Тезер, мы Тауэр заберем. Тут уже пятеро парни из Веги. И Шекел, но его Висп должен спасать сейчас. Да, Висп, понятное дело, Висп далеко стоит, и улетает. Да, вроде бы весьма понятная штука. Там по зачем мне, наверное, ну ладно. Ну это уже на будущем. Да, вышку заберут, и то хорошо. То есть, Тезер потратил Тезер, Виверт, правда, тоже потратила ульт, но это такое. Хотя, слушай, не собирается драться, походу, ребятки-то. Ну, там будут, они заберут точно на халяву, а Тауэр там блядь, да, 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 Тауэр матает, и тут, кстати, остается, что у нас, Бардар, на Фьюл, начинает бить Фьюл. Башек, 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 Башек. Нет, не будет, Башек, Башек. Там же 10%, не 17%, все. Ну да. 17% поболее будет. Ну, конечно. Когда у тебя 17, у тебя в 4 раза чаще Баш проходит, чем когда у тебя 10, это же элементарная математика. Ну, да, занимательная математика с Билатом и Каспером. От доты 2. И вы смотрите, уплывает SF вперед, уплывает вперед Бристлбэк. Понемногу, по чуть-чуть. Да, дальше идут очень близко друг к другу три героя команды Бегас Падроф. Это, конечно, плюс. Очень сильно проседает, он не на что-то минус для МВП. Но вот появляется у Ангвар, тем временем у Бристлбэка, и становится он еще плотнее. Ну, дефит его нет смысла, абсолютно никакого. Ну, уже вроде бы и не успевают особо, и вопрос, теперь дефит ли второй Тауэр. Ну, второй уже популесы. Не особо есть смысл, что бы вам пошел пулесы. Хорошо, Виверна прохарасила там. Ну, а Тауэр-то, слушай, продолжает бить, ребята, если не пустя нас. Пошел он мне по дамач. И что дальше? Арчи. Ну, кстати, Свардар должен прыгать и ловить. Он должен просто прыгать и ловить сейчас. А вот и Шарды. Ну, такое, да, непонятное в итоге получилось действие и от одних, и от других. То есть Вега вроде хотели и прогнать, вроде бы и пришли, но драться они, походу, тоже не особо хотели, если честно. Пошли Шарды. Классно отрезало, кстати, сейчас Виспа и Шекера. Но она подать все равно. Нельзять, у Виспа, кстати, есть инфиза. Обратите на это внимание. Аганим скоро будет у Верки. Близко она. Вот. Сейчас может быть очень далека. Тогда со стороны проблема. Кроме Шекера толстого ничего нет. Вот в глаз залетает. И... Бега, это тебе так же слово. Зомби. Что это было? Не надо драться без магу. Поставил там бут. Хотя, ну, и залетает все-таки в кеол. Ну, как же так? Нет уже здесь всех. Сейчас подтягиваются остальные. И Шекер! Какой невероятный эхо слэм! Боже мой! Как они разваливаются. Вега падают одним за другим. Что они сделали? Зачем они пошли драться? Один с другим, да. Ондайн тоже сейчас, скорее всего, будет погибать. Хотя... Без Свардара. Да, да, да. Не, Свардар там был. Он слэм не попал под их освоем сразу же. Нет, ну все равно он потом подседает. Надо начинать с какого-то станка. Когда ты начинаешь с того, что ты ставишь тамбуна, хайграунд к людям. И ты один, а их пятеро. Ну, типа, какой план? Плана нет. Так, в итоге драка выиграна 2 в 0. И вперед уже выходит MVP Phoenix по деньгам. 2000 голды, 3000 экспы. И все очень хорошо стоит MVP Phoenix. Там уже они забирают Рошана. Да, эгита бессмертных достается Шрухинду. Который, кстати, с Ашияшей. Без БКБшечки. За что можно было бы в теории наказать. Но пока еще не наказывают. Я надеюсь, что накажут. Потому что за такие надо вещи наказывать. Это не православный СФ. Мы таких не уважаем. Куда? Что это за такое? Как так можно? Ну, кстати, действительно, БКБ-то ему здесь... Домашек на самом деле. Ну, он рассчитывает именно на то, что будет Амнинайт. И как-то мы разберемся без БКБ. Но окей, хорошо. То есть будет Амнинайт. Кстати, уже надо подумать по поводу каких-то диффузов. Ну, это ВРК, наверное, после Аганима уже будет. Скорее всего так. И вега начинают что-то тусоваться. Двое в миде. Никто не фармит. Какие-то там дикей залетают. Летит виверно. Там люди получают уже хорошие артефакты с лордарным. Ну, что ты будешь делать с марчем? Ну, он застанет немножко побьет. И что дальше? Марч еще раз куртнет. И тут как-то приплывали те, если я прошел. Ну, что это такое? Вот таки, сейчас еще раз попадет шариком. Уйдет, идет, идет здесь Паша. Смотрите, конечно, уйдет. Но тут, кстати, параллельно уже гонят все Ому. А в РПЛе бежит киоу. РПЛ пока снимать нечем. Ну, Паша, да, немножко выиграл время. Space creating. Можно и так назвать. Но 3000 разницы уже между ВРкой и SF'ом. И 1500 между бристлбеком с лордаром. 2000 бристлбеком с лордаром. То есть все хуже. Ну, там пока еще зомби вытягивает. За счет того, что фармит он хорошо. Ну, толк. Но вот, вот, вот. Это ключевое слово толку с того, что зомби фармит. На него сейчас можно просто в итоге забить. Ну, да. Даже на табу убиваешь все. Ты под репелом. Ты просто пофиг. Там еще под Гвардиан Энджелом. Ну, окей. И не ясно. Не ясно, как сейчас действовать. Ну, на это дело, что ничего еще бросаться на роженый. Драться с тем, марчем с этим киоу. Понимаешь, что там есть Гвардиан Энджелом. Отдавать тавра на этот тавер. Радианс Мидл Тауэр has fallen. Хороший был начало отбеги. И... Ну, как обычно. Как обычно. Опять один все дела. Потом пару фрагов. Там вот подвышка внизу. Пара неприятных игровых эпизодов. Радианс Мидл Тауэр. След за этим. Там, Свардар, она только убили. Не успел он дагер-то собирать. Ну, и вышка теперь на Миде вторая. Ну, сейчас терпит пуш. То есть, здесь Т1 забирает. Верка уже забрала. И на топе Паша пытается забрать Т2. А здесь Т2. В принципе, сейчас более-менее. Шейкер был стан. Пошел маг. Дает гей по мальчу. Есть мифы. Надо постараться заденайть этот тавер каким-то образом. То есть... Можно там буду даже пикнуть. Не заденайли. Но, по крайней мере, Т2 на топе прохоразник Паша неплохо. Он берет в пау. Все, да-да. Да, Паша отсюда уходит. Но Уан внизу. Тысяча голды. Оганим есть. Просто пока тоже халдит. Подпушивает в сторону. Но там еще вышка. Ни разу не пострадала. Тоже крипчик пару раз выстрелил. Кио. 4 тысячи голды на СФ имеет кио в запасе. 4 тысячи. Ух, как много уже денег на него собирается. Цельным яшем можно себе купить что угодно. КБ это, глядь ли, будет. Будет, наверное, сразу выход в скаде. Скорее всего. Да. Где же диффуза? Диффузочки. Без диффуза будет очень тяжело. Хотя бы одного героя с диффузами. Ну, это ВР-ка должна быть. Других вариантов нет. Стандарт БКБ пока будет собирать. Понятно. Сёма, ну, кое-какие там диффуза. И просто нужно всегда, когда Омник нажимает ТГА, заставать врасплох какого-то конкретного, да, персонажа. И пытаться его быстренько сфокуснуть в тот момент, когда он думает, что практически не уязвим. Сэф в МВЗ здесь. Знает об этом Сёма. Сразу пришла инфа. Омник темирением приобретает Владмирс. И, кстати, у Мага на зомби 2000 с копейками денег было. Вот он маг. Нет, он купил Плэйт Мэйл. Да, Плэйт Мэйл. Кирас. Ну, а тут минус Соло на топе. Знали, что в МВЗе. Сэф, но... Ничего, это не поможет, да? Знали, что в МВЗе. Почему так нагло, соло и так далеко пошёл, я не застал. Да, в итоге в миде. Сейчас тоже Слардар малость бэканул. Пытался напасть на Шейкера. Тут сразу же появился Омни Найт. Прогнал Пашу. И Паша собирает себе дальше на Блэкик Бар. Что собирает Пускар, мы пока не знаем, потому что денег конфиджически нету. А тут Кристалли сначала будет. А зачем Кристалли? Короче, смотри, я рассказываю. Провожу логическую цепочку. Давай. Виндрейнджер качает себе физический урон. Смотри, смотри. Омни Найт, нажимая Гвардиан Эйнджел. Нивелирует физически. Да. Очень жаль. Соответственно, бабки уходят в молоко просто сейчас. Да, бабки уходят в молоко. Там пропал, кстати, Аэгги. Сейчас что-то интересное может быть. Смоки пытается что-то придумать ребята из команды Вегас Квадрон. И вот сейчас, да, действительно может быть интересный момент. С фланга я сейчас грамотно попасть. Опять-таки, или Омник, или Пеппи. Омник, Омник должно быть целью. Омник должно быть целью. И смотрим, что Пеппи погибает. Успел погибнуть. Это хорошо. Шекер ультует в одного Пашу. Шекера, кстати, отрезали от команды. И тоже его там убивают. Это уже минус Басуэлла. По-прежнему жив. Кьюл пытается цепануть Пашу. Ну, Паша там очень больно, кстати. Виверна в итоге пытает себя засамить. Виверна себя снивит. А дальше что делать? А дальше пришел Зомби. И вот она, Паркас, ее супердэмэджем. Зомби тоже умирает. Не может уйти с Сема, не может никак помочь. Сейчас, Рису Барт. Вон, суппорта в убили. И все. Да, я немного не заметил, где общего ульт виверны. Если честно, не обратил внимания. Мы должны СМ, он вообще на пофиг действует. У него просто 1900 здоровья. А что ему сделать? Смотри, вот эти три товарища, что ты им сделаешь вообще? А мне найти, если тут не вырубать, а мне найти это вообще забей. Тут ничего не сделаешь. Не, ну так-то тоже сейчас мы видим достаточно плотненько. Ребята терпят дэмэджи, входящие по себе. Просто за счет того, что обилки у них такие. И нужно еще очень много артефактов веги, для того, чтобы начать нормально сражаться. Нужны вот эти сильверэджи, блейкинг бары. До БКБ, кстати, Паша осталось всего ничего. Сейчас нормально будет Крипчиков расконтролить. Он старается очень сильно, хочет выиграть. Появится БКБ, станет немного попроще. Не будет Гетшекер доставать, не будет доставать кто-то на прокастный Сэф или еще. Умников разных. Так вот, снизу, кстати, могут мага вот спиться. Но нет, опять-таки, мне нечем особо цеплять, да. Шекера, кстати, как там у нас товарищ Шекер, по поводу блинка нет. Сын, часто толпы, ты что-то блинка еще очень-очень далеко. Ну вот, Мартики, что пробивает вот так вот только Соло. А что дальше? Вот это что дальше? Очень жирные. Опять Тавра дают без боя. Вот, с перебагом умирает. Ну, вот есть, конечно, Холд Эбро, если он китает в диск, не будет к Фуэнни. Фуэнни вот так вот развалило к Фуэнни. Вот так вот теперь можно драться без этого. А не видишь? Соло есть ульт. Вот он кидает ульт на Фэпи. Фэпи сдувает моментально. Марч и О. Вот, и опять без двух саппортов, но на этот раз безомнина. Это очень важно. К связали Марча. Надо его расстреливать. В спину не очень весело, конечно. Ну, да, в итоге сейчас снова он может отъехать. Соло в таверне. Не забывай. Ну, 2-2. И есть Блэкинг Бар теперь. Паша. Ну, окей, есть у него Блэкинг Бар. Это плюс. Теперь можно не бояться хотя бы Шейкера. Это, кстати, немаловажно. Дослардар просто не мог нормально зайти, даже за счет того, что он там под спринтом залетал. Он не мог просто войти в драку, дать пару тычек, потому что Баш-то у него неплохой. И шанс неплохой, 20-процентный. И дэвид же очень много с него залетает с этого башка, если потом помимо с армору сварка. Так что... Вот эта вот скорость атаки, конечно, неважная, но тем не менее. С ручки ударить он может. Лишний раз какую-нибудь СФа приглушить. Было бы неплохо. Ой, да-дам. Так, ну что же, Паша на топе быстро пытается линию за спидпушить. Немножечко оттащить ее до Т2. По деньгам мы видим, уже очень много ведут MVP. Это уже более 8000 и 6000 экспы. Прямо что у них очень хорошее. И я думаю, после прошлой драки мы не поняли, что там будет убиваться этот бисп с Амни Найтом, но это беда. Если Амни Найта будут убивать, то есть шансы у Веги, причем очень неплохие. Амни Найт надо собирать Аганим. И стараться стоять в сторонке, конечно. Быть где-то там в центре драки, это не за нарушение. Ну, дай себе дорожку-то выйдет. Так, тут у нас Паша уходит фентально. Конечно, бокобочечка немного вселяет надежду в боеспособность героя. Ну, возможно. Возможно, возможно. Так, что у нас там у мага? Есть у него уже Guardian Greefs или... А, нет, он же купил плейкмейл, а забыл, я забыл из них. И Рошан, и тайминг очень четкий. Они придут, и Рошан появится через 3 секунды. Ну, а что дальше? Вот они приходят, и прямо на голову ему пойдет. Сейчас Рошан, если не уйдут в эту же секунду. Нет, не уходят, видят Рошана. И быстро его убивать. Потом плейкмейл очень быстро убивать. Причем помигали здесь, что происходит какая-то ахинея. Отличные шарды! Ой, какая-то табаста из хорошей. Марча нужно убивать. Будет сейчас Guardian Angel. Забрали Рошана. Виндренжер забрала Эггис. Вега забрали Рошана. Все-таки, ну и что, быстро взбрали? Шейкер подходит. Шейкер в Сехаслэм вообще зайдет в это все жепло. Он же как шваркнет сейчас. Будет очень больно. Есть Guardian Angel. Ну, тамбас стоит шикарно. Тамбас стоит шикарно. Тамбас стоит шикарный фландар. ПК-пля в толпу. Но всем Кримсенбас не сделать ничего невозможно. Летает Сигил. Стоит тамбас. Тамбасов. Димеон. Ихошекер с тамбаков. Ну, а что дальше? Тамбас сейчас закончится. Еще столбас. У меня долагает компьютер. Просто не хватает бега деммажа. Маг тп аут. Пытается сделать. Маг почти сделал тп аут. И проиграли драку. Салат, конечно, вега. So close. So close, да. Тамбас простояла все свое время существования. Она наплодила просто тьму зомбаков. И в итоге все равно не хватает деммажа. Возможно, именно этим руководствовался No One. Он, когда собирал себе кристаллис, он понимал, что нужен урон. Нужно много деммажа. Но Guardian Angel пока не оставляет шансов. Слишком много защитных заклинаний у таких. Очень мерзопака. Guardian Angel диск. Снардар прыгает. Дает стан во всех. Неверно пытается заблевать марч. Тут уже надо дебить в сторону. А пока нету основного деммаж-дивера. И зомби только выйдет, когда уже закончится. Гестребный появится. Когда уже будет поздаваться. Когда уже надо будет лепить в бараке. Я, скорее всего, даже может в вторую сторону. Да, и в бараке падают. Очень быстро падают. Слишком много деммажа. Попытно сбрить по шекеру. Сумасшен, остается один. Но его в любом случае заберет виск, когда это нужно. Там маг попал под раздачу. Он Golden Race сейвит сейчас. И есть гост у него. Но гост ему также позволили жить не так уж и долго. Мека также на готове. Хороший кит гей. Мека, но погибает. Мак Байбека также нет. Виверна пытается как-то подсевить своих ребят. Забирает только одного виспа. Сема тоже погибает. Есть Байбек, конечно, у Семы. Лардуар отлично. Сарморчик нападает. Маркин лицом принимает дэмэдж. А, Виверна еле живая. Боже, какой Глимер живая. Время, тот Глимер Сема выкупился. С горем пополам Вега отбивается. Посмотри на этого из Сефа. Ты посмотри на Shadow Finda, его 18-тысячный творца. Мать честная. Мать честная, братан, у него МКБ. Он пробивает все, что видит вообще. Ему абсолютно все равно на ВР-ку и на ее виндран. Ей поставляться нельзя, ни в коем случае. 12-18 на 30-й минуте 3-го решающего матча. И MVP Феникс могут пройти наконец-то после стольки лет в основной этап за Интернешнл. Могут? Да, ну... Это будет заслужено. Конечно, определенно будет заслужено. А мне Найд приобретает даггер. Теперь еще тяжелее его будет поймать. Слардар пока, мы понимаем, ничего не может сделать. Абсолютно ничего. Он не пробивает просто ни Омника, ни Сэфа, ни тем более Бристлбека. Стоило ли отдавать Виспа опять? Да, стоило ли брать зомби ласкитом, когда был такой замечательный герой, как Doom, например? Ну, типа, да. Ну, зомби там начало, опять-таки, выиграл, но толку с того, что он выиграл. Да, а сейчас бы он просто прыгал на какого-то Сэфа, на какого-нибудь Виспа. Просто давал бы Doom. А просто Doom вам не на это и привет, ребята. Doom не на это. Не репелла, не сила, не гордин Энджелла. И было бы намного проще. А сейчас есть зомби, которого, типа, берут, потому что это модный герой. Ну, ладно, модный так модный. С этим пиком, если не банят, так, значит, не боятся. Ну, такое, такое. Вау. Ну, вот так-то. Действительно, SF какой-то просто космический. Киоу вообще отыгрывает, если честно, этот 12-карт раунд. Темпларку мы его сегодняшнюю там видели нереальную. То есть, пока он отыгрывает очень хорошо. Ну, что, вторая сторона, вторая сторона и шарды просто, чтобы выиграть время для своих тиммейтов. Камеры, которые прилетят. Бросает Сёма. Но. Но это просто. Еще, еще одна партия шардов. У Сёмы тапок и Маджикон. Больше ничего нет на пускаре на единственном левеле. Тяжело дается эта игра Сёме. И вторая сторона. Берко пробивает Марча в лицо. Но Марчу, в принципе, все равно. Вот Шекер дает стан. Никого не зацепляет. Больно, больно Нуану. И его бьет Нуаном. Понимаешь, что? А, кульпи верный. Никого не было рядом. Ко поднимают. Просто разворачивается. И просто разваливают фиссуру от ЕСа. Закрывают здесь Мага. Врывается прям за спину. Бристалбэк. Вместе с виском. Паша не может. Шекера убили. Паша не может даже виска пробить. Но СФ. СФ просто уничтожает. Посмотри, какие подачи. Да. И у Чемпионовича. Нуану как больно. И с руки его просто добегли. Время, но это же помогает. Нуану же взять. Да, вырезаются сейчас в Мага. Скади не дает возможности уйти. Йоу. Минус один. Подлайк уже. Амни Найт. Амни Найт решает в этой игре. К Йоу выдает одну из своих лучших игр. На последнее время вторая сторона упала у Вегас Квадрон. В 40 секунд не будет тиммейтов. И я думаю... Я думаю, это... Я думаю, это тот самый день, когда MVP Феникс все-таки добрались до мейн-эвента The International. И у нас будет MVP Феникс и MVP Феникс 2 команды из Южной Кореи в мейн-эвенте. Но, к сожалению, четвертая команда XF не будет. Да, да. Тут пока идут последние секунды защиты своей базы у команды Вега. Но уже мега-крипов организовал Шатвуфин. И ГГВП пишет Соло. Поздравления команде из Кореи. Ну и болельщикам Веги остается только грустить. Потому что не хватило им совсем немножко. На прошлой карте они были настолько близки к победе. Да, да, да. И им не хватило, может, каких-то мелочей, может, каких-то секунд, может, каких-то пару кликов. Но, к сожалению, не хватило.